Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Атькат Магомедова и вот что у нас в выпуске. Счастливая ипотека или как попасть в руки добросовестных компаний? В Махачкале состоялось открытие компании «Центр недвижимости». Знаменитые на весь мир кубачинские ювелиры и оружейники. Как традиционный кубачинский орнамент и секреты ковки клинков сохранились практически в первозданном виде. В столице сегодня состоялось торжественное открытие «Центра недвижимости». Компания успешно работает на рынке недвижимости Махачкалы и Каспийска. И за довольно-таки короткий срок стал одной из самых динамично развивающихся компаний. На открытие побывала и наш корреспондент Ума Ибрагимова. Вторичное жилье, новостройки, военная ипотека под ключ, но и все самые сложные сделки на рынке недвижимости. Это основные направления деятельности компании. Тамерлан Аздуев рассказывает, главное преимущество компании «Центр недвижимости» в том, что абсолютно любая сделка прозрачная и покупатель может не сомневаться в честности составляемого договора. На одну и ту же квартиру может быть несколько собственников. Он не знает, что по данному объекту, о конкретной квартире, есть еще какие-то моменты. Допустим, это у нас коммунальные услуги, задолженности бывают. Бывает, квартира находится под обременением, бывает, состоит в споре. Поэтому, чтобы не натолкнуться на всякого рода мошеннические действия со стороны черных риэлторов, лучше простому человеку прийти и обратиться к специалисту. При покупке квартиры или же при заключении кредитного договора главный вопрос многих граждан – оправдан ли расход. В частности, это касается материнского капитала и военной ипотеки. Организация «Центр недвижимости» решила сделать упор именно на эти два направления. Люди не будут настораживаться по поводу серьезности компании, считается учредитель «Центра недвижимости» Султан Гаджимурадов. По его словам, «Центр» является официальным партнером Сбербанка и МФЦ. Недавно прошло собрание, в Сбербанке собирали всех риэлторов города, всех застройщиков. Там было озвучено, что «Центр недвижимости» на данный момент занимает лидирующее место по продаже квартир по военной ипотеке. То есть это около 10-20% от рынка, от всех продаж по военной ипотеке по республике Дагестан. Торжественное официальное открытие организаторы решили разбавить конкурсами и розыгрышами купонов. Так, кто-то получил скидочные сертификаты, а кто-то, в числе которых в Свердову Закаряева, выиграла бесплатный поход в кафе. Женщина делится, не упустит случай и обязательно сходит с внуками поесть мороженое. Было очень приятно и очень интересно послушать все новости, всякие, эти самые своего рода. Даже если понадобится обратиться по поводу покупки недвижимости, я, конечно, обращусь сюда, в этот центр. Ума Ибрагимова, Гелач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала. Мастера Дахадаевского района продолжают развивать навыки предков. Ювелиры освоили для себя новую технику, нанесение узора на поверхность украшения, работу с перегородчатой эмалью. О разновидностях способов изготовления шедевров из серебра, злата и стали расскажет моя коллега Ларьяна Шамхалаева. А как это закрепляется все? Потом фиксируется, а потом появится. Абдулхалик Куртаев ювелирную флотсанку не выпускает из рук с самого детства. Это ремесло в его роду передается по наследству. Отмечает, кубачинские дети пытаются выгравировать узор раньше, чем произносит первое слово. Для того, чтобы помочь желающим отточить и усовершенствовать навыки, в районе существует школа основ кубачинского искусства. Как ведется, как линии проводятся, как сосчитание святого, все это преподается до 4-го, до 5-го класса. А потом с 5-го класса уже осложняется тема, и гравировка, и монтировка, и шеврюка, и дополнительные гравировки. Все преподается, обучают, есть учителя. Растительный черненный узор на кубках и флягах узнают по всему миру. Но пришел момент, когда он стал привычным и не слишком востребованным. Тогда в кубачи освоили наисложнейшую технику – работу с перегородчатой эмалью, которая оказалась более высокооплачиваемой. Однообразие работы тоже неинтересно становилось, поэтому искали что-нибудь другое, посложнее, поинтереснее, чтобы предложить покупателям, клиентам. В данный момент я подгоняю фрагменты орнамента, чтобы затем нанести на нее эмаль. И после недельной и кропотливой работы мы получаем вот такой результат. Супруга Абдулхалика Куртаева говорит, что украшения и сувениры с эмалью завораживают своей изысканностью. Однако совместить разнообразие оттенков наиболее гармонично получается только у женщин. Они не хотят ставить эмаль. Мне говорят, ставьте, пожалуйста. Рассветки не хотим. Рассветки не знаем. Просто я рассветки ставлю и немножко помогаю. Сегодня в ауле есть магазин, где злата-кузнецы могут реализовать свои изделия. Туристы признаются, что выбрать только одно украшение – дело нелегкое. Я хочу все и сразу. Потому что что-то определенное выбрать, не знаю. Глаза разбегаются просто. Пока кто-то изготавливает серебряные изделия, другие вышивают золотом по ткани. Почти все кубачинки носят казы. Традиционный головной убор белого цвета. Аксессуар, который селянка с младых ногтей мастерит себе сама. Девушки и женщины занимаются рукоделением, то есть вышивкой, вязанием, также плетением, плетением бахромы. В особые праздники девушки надевают еще и платье из парчи. Также после замужества девушка должна ходить 40 дней в этих парчевых платьях и также в этих нарядных, красивых вышитых казах. По соседству с центром ювелирного мастерства находится аула Музги. Ранее жизнь этих сел была тесно связана. Кубачинцы делали ножны и рукоятки для холодного оружия, а музгинцы занимались изготовлением клинков. Несмотря на то, что село Амузги опустело, соседнее село Ураги, а вернее два его жителя, переняли искусство изготовления холодного оружия для того, чтобы ремесло продолжало жить. Юсуп Магомедов фельдшер и по совместительству оружейных дел мастер рассказывает, свой первый кинжал сделал 17 лет назад. Признается, ремеслом начал заниматься только ради денег. Старший сын оканчивал школу, необходимо было устроить его в университет. Год за годом клинок за клинком, и Магомедов понял данное ремесло его призвание. Теперь Магомедов делит мастерскую со старшим сыном. Мужчина стал лучшим преподавателем общества знания в Уродинской средней школе. Увидев, как закаляется сталь, решил последовать примеру отца и освоить ремесло оружейника. Продолжаем, вот сейчас получается, как семейное у нас дело, занимаемся мы с отцом. У нас изготовляем холодное оружие. Дальше у нас изготовление рукоятки, ножны у меня занимается брат. И делает он и коробки тоже, чтобы ставить различные шашки, шашечные, кинжальные, коробки на ножи. Ну вот так работаем. Коллекционеры, как правило, стараются приобрести кавказское холодное оружие из дамасской стали. Такой нож, благодаря особым наслоениям, имеет на поверхности характерный узор. Готовится из нескольких марок стали. Здесь есть и нержавеющая сталь, здесь есть от подшипников металл. Есть это обычный мягкий металл. Из него делаются пластинки с первого. Каждый металл отдельно пластинки. Эти пластинки режутся на куски, из них делаются пакеты. Там пять-шесть пакетов, кусков разных металл собирают, делают пакет. И варят с обеих концов, добавляем вот такой кусок арматуры. И добавляют буру, есть фрошок такой специальный. И вытягиваем, из него делаем пластинку. По словам мастеров, сегодня растет спрос на антиквариат. Обладатели старых кинжалов и клинков пытаются вернуть им первоначальный лоск. Приносит много, что в последние 2-3 года больше стало реставрацией старинного оружия. Например, можно сказать, 90% могу, например, сделать так, чтобы на воде был как подстаринный, чтобы он выглядел. Люди довольны. Жители Даргинских сел советуют добавить доходаевский район в копилку мест, куда следует поехать. Горы, воздух, национальная кухня и народные умельцы оставят яркие впечатления на многие лета. Если есть что-то выбрать, купить, посмотреть, если есть места, где поселиться, заселиться и что посмотреть, люди, соответственно, приезжают и тем самым развивается туризм. Если вы собираете рюкзак в доходаевский район, не забудьте посмотреть город-крепость Калакурейш и боевую башню Ицари. Ларианна Шамхалаева, Магомед Зурканаев, телеканал ННТ, доходаевский район. Ну а далее краткий обзор событий от Алины Хасамбековой. В Дагестане построят картонажную фабрику на 290 рабочих мест. В городе Дагестанские огни реализуется проект строительства фабрики по производству бумаги, оплицовочных и тароупаковочных видов картона, а также гафроизделий. Срок реализации проекта – 3 года. Кроме того, известно, что планируется создание 290 рабочих мест. Этно-туристическое реалити-шоу «Завещание предков» запустят на саммите Каспий-2017. Реалити-шоу «Завещание предков» будет включать поисковые экспедиции в ключевые центры историко-культурного и природного наследия республики. Вечерние сборы у костра и разгадка тайн приведут к зашифрованной сокровищнице народа Дагестана. В проекте могут принять участие молодые блогеры из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежа, у которых не менее 10 тысяч читателей. Стартовал прием заявок на включение в состав Молодежного совета по реализации эколого-просветительских проектов. Молодые дагестанцы в возрасте от 18 до 30 лет могут принять участие в работе Молодежного совета при автономной некоммерческой организации «Центры природы Кавказа». Работа будет организована как в научной, так и в эколого-просветительской сферах. Заявку на право вхождения в состав Молодежного совета можно подать на сайте Центра природы Кавказа до 5 августа текущего года. Кинотеатр Дагестан открыли в городе Буйнакске в день Конституции Республики. После 20-летнего перерыва первым фильмом, показанным в кинотеатре, стал «Дюнкерк». Пока для зрителей открыт только малый зал на 220 мест, однако планируется открыть также большой кинозал и кафе. Напомню, что учреждение было открыто в Буйнакске в 1982 году, но через 15 лет прекратило свою деятельность. И в завершении выпуска о курсе валют на завтра. Доллар остановился на отметке 59,41 рубля, евро – 69,64 рубля. Это были все новости на этот час. Я с вами прощаюсь. Хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!